мы находимся сейчас с вами в центре адлера пробки на улице ленина который двигается все-таки двигается здесь несмотря на то что у нас пик сезона можно так его назвать до летнего отдыха и я бы не сказал что очень сильно много добавилось автомобилей с другим регионом ну как бы вот я не ощущаю что прям совсем стал какой-то транспортный коллапс вот сейчас хотел вы знаете пришла в голову такая мысль о том что есть люди которые все-таки хотят переезжать и сталкиваются с вопросом по поводу работы на то есть есть люди которые имеют просто специально да они ищут работу по специальности а есть люди которые допустим сюда приезжает на отдых смотрят сравнивают видят какой-то ажиотаж и думаю такая наверное здесь тоже могу заняться своим бизнесом и вот мы как-то высказывали свое мнение по поводу открытия бизнеса нам тоже говорили о том что почему вы вроде бизнесом занимались у себя в регионе здесь не откроете и вот на эту тему как бы я выскажу свое мнение да и вы поймете что ну не все так просто на самом деле надо понимать что город он специфичный город сезонный ну как как сказать сезонные допустим пребывание здесь много людей и всякого рода бизнес тоже тут надо тоже понимать в какую сферу именно вливаться да почему потому что допустим сфера торговли это одна сторона сфера услуг это другая здесь своя есть конкуренция я уверен что достаточно жесткая то есть здесь возможно нету знаете такого понятия там отдавать каким-то бандитам там примерно такого я не слышал ни от кого но тем не менее знаете я уверен что есть свои какие-то интересы которые может какой-нибудь из предпринимателей отстаивать то есть ну какими-то допустим структурами в том числе какими-нибудь знаете там властными да то есть там и по полиция может надавить и там я не знаю какие-то надзорные органы да то есть поэтому знаете когда вы может быть планируете сюда приехать и открыть свой бизнес это не так просто я бы посоветовал да я бы наверное также и сделал если бы у меня была такая идея поработал в этой сфере в той именно которую вы хотите наемным работникам то есть ну к примеру если вы собирались допустим там открыть какой-нибудь из магазинчиков вы поработаете посмотрите как здесь дела с доставкой как здесь дела с клинтурой да ознакомьтесь с районами а тот как можно допустим выбрать дистанционно для себя какую-то коммерческую площадь то есть особенно ту которую вы не только в аренду можете взять а именно покупать вот это вот полный абсурд да это одно дело что вы еще даже не выбрали место в место жительства до определенный район в котором вы будете проживать а вы уже себе подбирайте коммерческую площадь вот это неправильно я бы конечно посоветовал именно сюда сначала переехать выбрать место жительства то есть так сказать опору свою либо если вы снимать будете а не планируете пока ничего покупать тогда вы сначала арендуйте ознакомьтесь с районами и поездите посмотрите по транспортной доступности вообще по народу то есть где вам будет что угодно другое дело да есть люди которые организовывать свой бизнес допустим если они берут какую-то маленькую палаточку да какими-то окна побережья там я не за сувенирами там торгуют да ну то есть это сезонный все равно бизнес на после лета допустим надо будет искать какой-то в другую сторону то есть смотреть по по этому бизнесу поэтому все-таки здесь есть свои за и но почему допустим мы не захотели частности я вот организовывал бизнес у себя и автомойку и автосервис и тогда почему я здесь не занялся бизнесом вы знаете я просто потому что устал от людей устал от людей там которых я знал тех людей с которыми я привык работать да устал работать и зависеть от людей что сегодня надо выйти на работу сегодня надо задержаться и так далее убеждать людей в том что надо зарабатывать эти деньги что надо относиться к работе ну так сказать более ответственно да а здесь тем более сложно ведь если нанимать каких-то работников ты их вообще здесь не знаешь ты не знаешь их ситуацию не знаешь их проблемы и так далее то есть здесь может что угодно произойти поэтому есть такие нарекания среди работников в определенной сфере почему потому что есть люди которые пытаются найти работу при этом они переехали сюда еще не нагулялись и поэтому здесь так найти ну сложно найти квалифицированного работника за них так сказать вот держатся многие работодатели прям хорошо если вы ответственный работник вы поверьте вы будете нормально здесь зарабатывать то есть получать заработную плату будут какие-то и премии так далее поэтому здесь в большинстве случаев именно на приезжих все вот держится вся эта движ все вот то что можно потому что здесь качество немножко хромает сервиса до марина куда не не сунешься везде какие-то вот знаете там то опоздал то забил то не перезвонил то есть более в расслабленном конечно поэтому к разному бизнесу по всякому людям могут относиться поэтому я бы вам посоветовал если вы все-таки думаете открыть свой бизнес подумайте что это не так все легко и лучше все-таки приехать попробовать здесь поработать наемным работником в этой сфере в которую вы все-таки планируете что-то для себя создать потому что вот недавно у меня допустим человек обращался ко мне и мы просто с ним беседовали по поводу переезда и так далее каких-то ситуаций там которые не могут возникнуть и он как раз говорил что я хочу открыть здесь магазин автозапчастей вот подскажи мне как я высказал свое мнение о том что ну знаешь попробуй все-таки поработать наемным работником посмотри как здесь это чего а потом уже возможно тебе будет легче сориентироваться где конкретно тебе что открыть и так далее вот поэтому оставляйте свой комментарий может быть у кого то есть опыт уже опыт открытия бизнеса с какими проблемами вы сталкивались и получилось ли у вас вообще в итоге что-то в сочи с бизнесом все всем пока